Здравствуйте, уважаемые любители литературы, школьники и, возможно, взрослые. Сегодня продолжаем тему «Анализ стихотворения». Можно сказать, что я не скажу авторский, но я предпочла для себя такой путь. В прошлый раз мы говорили о первой половине анализа и остановились на ассоциациях, которые вызывает это стихотворение, любое стихотворение. К любому стихотворению можно найти ассоциации, если вспомнить, но для этого у вас должен быть богатый кругозор, богатая эрудиция, богатый духовный мир. Есть люди, которые сами пишут стихи, у них может быть схожий эмоциональный опыт, и это они могут отразить в своём анализе. Сейчас пойдём дальше. Следующий вопрос такой. Есть ли объём у стихотворения и меняется ли? А мы говорим о стихотворении Пастернака Гамлет из романа «Доктор Живак». И начинается оно с того, что человек, лирический герой, выходит на подмостки, возможно, это актёр, возможно, это Гамлет. Один прислоняется к дверному косяку. Поэтому объём у нас такой. Сначала один. А в конце стихотворения он подытаживает. «Я один». Всё тонет в фарисействе. Мне кажется, это расширение объёма. Но об этом мы будем говорить дальше. Сюжет стихотворения «Движение чего». Ну, о сюжете мы уже немного говорили, об актёре или о Гамлете, который выходит на подмостки о человеке. Поэтому мы скажем, «Движение чего?» Это развитие человеческой мысли. Так. Развитие человеческой мысли, движение событий. Хотя тут вроде бы особых событий нет, но в конце стихотворения я даже могу привести такое сравнение. Он как дрон поднимается над толпой, над миром, взлетает и видит прошлое и будущее. Поэтому я скажу здесь так. «Движение событий». Автор как человек с взглядом на мир. Каков его взгляд? Но оговоримся, что здесь можно сказать два автора. Эта тетрадь называется «Стихи Юрия Живага». И в то же время весь роман написан Борисом Пастернаком. Поэтому каков взгляд автора на мир? Ну, скажем так, это главное произведение жизни, творчество Пастернака. После напечатания этого романа он был достоин Нобелевской премии. Поэтому это в какой-то мере подведение итогов. И мы здесь, именно как дрон, поднимаемся не только над этим стихотворением, но и над жизнью Бориса Пастернака, и над нашей жизнью того времени. Переходного периода от 50-х к 60-м годам. И взгляд, я бы сказала, я бы сказала, я не навязываю никому своего мнения. Взгляд этот сумрачный. А есть надежда или нет, вы это должны решить для себя сами. Поэтому я поставлю здесь знак вопроса. Жизнь прожить, не поле перейти. Мне кажется, всё-таки надежда есть. Хотя всё тонет в фарисействе. Так, далее. А вот. Вот это более интересно. Знаки, символы, геометрические фигуры, которые бы вы нарисовали после чтения этого стихотворения. Это не рисунок, не актёр, прислонившийся к посеку. Нет. Это символ. Тут я долго думала. И ничего особого интересного я не придумала, но во всяком случае. У меня есть это, спорно, конечно. Потом у меня есть это. Тоже не бог, весь что, но. И у меня есть ещё это. Я один. Всё тонет в фарисействе. Жизнь прожить, не поле перейти. Ну, психологи обычно задают такие тесты, с какой геометрической фигурой вы себя сравниваете или выберите какую-то фигуру. Я вам расскажу. Для себя я обычно выбираю треугольник головой вверх. Я никогда не выбираю себе круг, овал, какие-то вот такие волнистые фигуры. У меня всегда треугольник. Но в этот раз почему-то треугольник не хочет быть. Хотя треугольник – это своего рода символ Голгофы. Тут есть обращение к Евангелию. Если только можно. А в отче чашу эту мимо пронеси. Поэтому треугольник тоже имеет место быть. У людей память бывает разная. У меня чаще всего это визуальная память. Вот я вспоминаю какие-то детали, образа. Когда вижу перед собой, например, фарфоровую фигурку. Или когда вижу перед собой треугольник. Или вот эту нелепую круглую фигуру. При анализе стихотворения и литературного произведения важно всё. Вы должны извлечь из своей памяти крупицы всех знаний, Всего опыта, который накоплен вами до сих пор. Вы когда-то это читали, когда-то вам это рассказывали. Всегда я своим учащимся говорю так. И будем делать выводы по стихотворению. Какой вопрос задаёт Пастернак? Свободен ли человек в выборе? Свободен ли человек в выборе жизненного пути? Этот вопрос стоит и перед вами. Этот вопрос стоит и перед героем этого стихотворения, и перед Гамлетом, которому предстоит пройти очень тяжёлый, очень жестокий путь. Но я надеюсь, что ваш путь будет светлым и радостным. И в этом стихотворении Пастернак как бы сделал обзор жизни, всей жизни своего героя Юрия Живаку. От его рождения через все перипетии, через смерть родителей, через смерть, через знакомство с Ларой, через любовь к Ларе, её потерю, её отъезд к Комаровским, и его возвращение в Москву, и его, можно сказать, какую-то нелепую смерть в трамвае. Всё это содержится в одном этом стихотворении Гамлет. Поэтому, наверное, Блок писал «Я Гамлет, холодеет кровь». Когда плетёт коварство сети. И без коварства в этом романе тоже не обошлось. А вот часто говорят, в кодификаторе 148 стихотворений. Нужно ли учить их все наизусть? И как быть с цитатами? Если для сопоставления нужны какие-то цитаты из другого стихотворения? Мне кажется, каждый человек должен себе составить как бы небольшой словарик, цитат. И не только прозаических, но и стихотворных. Из самых крупных лирических или лироэпических произведений. Например, вот Евгений Онегин. Эти цитаты я хотела привести вначале. Привожу здесь. «Кого ж любить, кому же верить, любите самого себя». Конечно, это относится к теме лишних людей, таких как Онегин, Печорин, Обломов. Но мне кажется, это относится и к вам, дорогие учащиеся. Любите самого себя. Или, из того же Евгения Онегина, мы почитаем всех нулями, а единицами себя. Это относится не только к Евгению Онегину, но я думаю, это относится в первую очередь к Раскольникову, который почитает всех нулями, а единицей считает себя, считал себя. Мне кажется, полностью все 148 стихотворений учить не надо. Но можно сделать так. Выписать самые разные темы. Тема любви, тема дружбы, патриотическая, пейзажная лирика, какая-то общественная, социально-общественная лирика. Так. Потом выбрать стихотворение по каждой теме, по одной теме. Найти какие-то строки, затрагивающие темы. Например, у нас в кабинете на рулонной шторе написано «Мой друг, отчизне посвятим души прекрасные порывы. Выдели их и подпиши темы». Вот к какой теме это относится. Мне кажется, это вот как раз патриотическая лирика. «Мой друг, отчизне посвятим души прекрасные порывы». И выучить такие, можно сказать, небольшие цитаты, но очень важные для того, чтобы привести их как пример в своём сочинении. Спасибо за внимание.